Этот Улан-Удэ-Лайф отправили снимать именно меня, так как в нашем офисе я единственный, кто служил в армии. Пользуясь случаем, хочу передать огромный привет 37-й отдельной мотострелковой бригаде. Сегодня мы узнаем мнение горожан о том, нужно ли мужчине служить в армии или нет. А сначала об этом спросим у моих коллег. Сейчас, минуточку, она губки накрасит свои. Мы ждем, ждем. Вообще, как считаешь, мужчина должен служить или нет? Я считаю, что он не только должен служить, он обязан это сделать. Потому что не служивших я не считаю мужчиной. Жизнь без армии, сынок, это как секс в резинке. Движение есть, а прогресса нет. Смотрел Дембо? Вообще, это выбор каждого. Многие говорят, что это пустая трата времени, но на самом деле возвращаются с армией другими людьми. Мне кажется, все-таки это дисциплинирует, но, опять же, больше ничего это не дает. Если бы твой сын сказал бы, что мама, я, наверное, не хочу идти в армию, я не пойду в армию, ты будешь наставить на том, чтобы он все-таки пошел? Да. Его изначально будут прям спелены. Скоро в армию. Во-первых, я хочу сына, и сына я отправлю в армию. Как бы я его не любила или любила. Не, помнишь, ты здесь это, полы мы протирал? Да. И как это вообще, по армейским правилам это нормально? Ну, по армейским это не нормально, но я же сейчас не в армии. Ну, ты же служил. Ну, я пролил, я пролил. Кем служил? Я имею в виду. Ну, ты что меня тут говоришь? Когда у тебя будет сын, ты его отправишь в армию? Опять же, ну, я вообще к этому супер лояльно отношусь. Захочет, уйдет. Не захочет, даже если... Я даже говорю, что даже если мой сын будет нетрадиционной ориентацией, я все равно это прямой буду любить, потому что я люблю всех людей. А есть какой-нибудь твой фанат, да, смотрит АТВ, все твои сюжеты, вообще ни одного твоего выпуска не пропускает, да? И ты сейчас такой заявляешь, а он не служил. И ты сейчас такой заявляешь, типа, кто не служил, ну, тот не мужик. И все, и... Иди служи. Шансы твои повысятся. Если бы, допустим, служил ты по этому... Нет. Почему? Я что, черт, что ли? Нет, 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 я бы не мухал, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимаемся? Да. В ТикТоке? Для Рилса и для страницы в Инстаграм. Первый год я полгода привыкал к Арби. Ну, это учебка была? Нет, это я в линии войска сразу. Полгода я отвечал технику, полгода я на ней служил, и полгода готовился к Диме. Все. Вы служили? Да. А вы? Да, служила. Серьезно? Серьезно. Нет, кроме шуток. Кроме шуток. Кто вы, наверное, прапорщик? Нет, чуть повыше звания. Старший прапорщик? Нет, еще повыше звания. Лейтенант? Еще повыше звания. Давайте уже не будем. Подполковник. Майор медицинской службы. Да? Серьезно? Ничего себе я наткнулся. Был бы у вас парень военный, либо же парень тиктокер? Сложный вопрос. Ну, что ключ? Мне кажется, каждому свое. Ну, а для вас как? Вот лично ваше мнение? Сложный вопрос. Олени стреляли, ездили. Олени попросили угонять местные. То есть сами охотились? Нет, мы просто выехали на учение, Байкал-77. А местные приезжают, бригадир говорит, вы диких лени гоняйте. Ну, поехали там, набили их. И съели? Ну, естественно. Мужчина должен служить в армии. Это его долг перед Родиной, Отечеством. Я своих этих сибиряков, парней, конечно, позже меня, которые прозвались. И со мной призывались рядовые. Конечно, защищал от дедовщины. Потому что у меня и спасалось, с одной стороны, это. Сержантские погоны, и с другой стороны, молодой был. У меня внуки, у меня все были в армии. Ага. Все время. И как они? Нравится? Нравится. Все нормально. Мы должны свою обязанность выполнить, походу живем. А что по этому поводу думаете вы, пишите в своих комментариях. Кстати, самый залайканный выиграет сертификат от «Кто там пицца». В этот раз победителем становится автор вот этого комментария. Эдуард Жемсаранов, Булат Зонтаков, телекомпания АТВ. Эдуард Жемсаранов, телекомпания АТВ. Продолжение следует...